Добрый день, уважаемые жители города Сарапова. Хочу проинформировать о тех принятых решениях в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а правильно сказать, с профилактическими мерами, которыми мы принимаем. Надо сказать, что в Сарапуле на сегодняшний день создан оперативный штаб, который собирается и принимает решения по ограничительным мероприятиям в соответствии с принятыми решениями на уровне правительства Российской Федерации и Удмуртской Республики. Последнее наше заседание было посвящено ряду вопросов. Мы обсудили разные сценарии развития, мы пообсуждали с представителями Сараповской медицины их готовность, готовность персонала, маршрутизацию и прочие вопросы в отношении учреждений, скажем так, социальной сферы. Я думаю, что все вчера смотрели послание президенту, или, по крайней мере, пересматривали тот сюжет, который был посвящен сегодня острейшей проблеме. Из этой речи все понятно, что мы будем вводить тоже ограничительные мероприятия. В частности, в следующей неделе объявлено нерабочие, соответственно, все дошкольные учреждения будут отдыхать, учреждения культуры, дополнительного образования. Школы, как вы знаете, сейчас находятся на каникулах. С 30 марта они будут учиться в дистанционном режиме. Что касается отдельных мероприятий, хочу сказать, что на оперативном штабе при правительстве Российской Федерации принято решение об ограничении деятельности ночных клубов, дискотек, детских центров развлекательных. Это решение мы также дублировали в свое решение оперативного штаба, и поэтому с сегодняшнего дня эти ограничительные мероприятия в городе должны состояться. Кроме того, назначено принято решение о запрете работы кальянных и услуг данного типа также в развлекательных учреждениях, барах и прочих заведениях. Кроме того, также ограничительные мероприятия распространятся на кинотеатры и кинозалы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и другие досуговые учреждения. Безусловно, мы уделяем особое внимание информационной компании в контексте того, что через учреждения, которые активно работают с гражданами пенсионного возраста, чтобы была максимально доведена информация об каких-то ограничениях с точки зрения посещения мест массового скопления людей, каких-то других мероприятий. Разработана специальная памятка и доведена до городского совета ветеранов, до МФЦ, до пенсионного фонда управления социальной защитой населения. В отношении учреждений здравоохранения, я еще раз повторяю, они сегодня работают в достаточно напряженном режиме, связано это с тем, что осуществляется ежедневный мониторинг и контроль за лицами, которые прибыли какое-то количество времени из-за пределов Российской Федерации. Это те мероприятия, которые проводятся сегодня по всей стране. Слава Богу, у нас все благополучно в этом вопросе, но тем не менее в повестке федеральной, общемировой, мы, конечно, будем четко следовать всем рекомендациям и ограничительным мероприятиям, которые направляются в органы власти. Еще хочу обратить внимание на одну важную вещь. В социальных сетях сегодня гуляет очень большое количество разных вестей и новостей, которые сегодня принято называть фейками, то есть неправдой. Хочу тоже заверить, что информация, которая связана с тем, что органы внутренних дел будут осуществлять какие-то комендантские мероприятия по недопущению детей на улицах и штрафованию родителей в часы, которые не связаны с ночью или после десяти. Это абсолютно неправда, то, о чем пишут сегодня в интернете. Хочу сказать, что органы внутренних дел активно будут работать только с той категорией лиц, которые вернулись из-за предела Российской Федерации и не приняли необходимых карантинных мероприятий, в частности, не заявили о своем возвращении в органы Роспотребнадзора или в учреждения здравоохранения, либо нарушают тот ограничительный режим, который мы условно называем самоизоляцией, к ним будут применяться меры административного характера. А в остальном, значит, на рядовых граждан, которые последние месяцы, недели не уезжали за пределы Российской Федерации, это касаться, конечно, не будет. Но надо отметить то, что в городе отменены все массовые культурные, спортивные, зрелищные мероприятия, поэтому, в общем-то, сделано все для того, чтобы действительно в это непростое время провести в максимальном режиме самоизоляции, дабы обезопасить себя, своих родных и близких, и, в общем-то, справиться с этой ситуацией, которая происходит сегодня в нашей стране. 26 марта состоялось очередное заседание Зарапульской городской думы. Первые два вопроса повестки дня заседания стали самыми объемными. Народные избранники познакомились с исполнением бюджета города за прошедший год и внесли изменения в финансовый документ этого года. По обоим вопросам докладчиком была начальник управления финансов Светлана Бочкарева. Всего в повестке было семь вопросов. Тема продолжит наш первый сюжет. Уже в начале заседания стало понятно, что помимо семи обозначенных ранее в повестке дня вопросов, народные избранники обсудят и тему профилактических противовирусных мероприятий. Несколько депутатов на заседании сидели в медицинских масках. Первым вопросом стал вопрос исполнения бюджета за 2019 год. Бюджет города в 2019 году был профицитным. За 2019 год доходы города исполнены в объеме 2,348,037,000 рублей, что составило 99% план с депутатом роста в 88%. По расходам бюджета исполнены в объеме 2,331,133,000 рублей, что составляет 98% план с депутатом роста в 77%. Бюджет города исполнен с профицитом в размере 16,904,000 рублей. Это за счет того, что безвозмездные поступления из бюджета в Мурсии Республики у нас поступили исключительно оборотами, связанные с капитальным ремонтом в социальной сфере. Наибольшую долю средств в доходной части городской казны составляют безвозмездные поступления из бюджетов страны и республики. Большая часть собственных доходов города приходится на налоговое отчисление. В приоритете расходной части – социальная сфера. Бюджет у нас сформирован и исполнялся в разрезе 13 муниципальных программ, не программ, а направлением деятельности. Удельный вес по программам составил в общем объеме расхода 98%. На выполнение мероприятий муниципальных программ в текущем году в 1919 году были направлены на программу образования в объеме 1,485,768,000 рублей. И процент исполнять стало 98%. К отчету начальника управления финансов у народных избранников вопросов не было. А вот в обращение, которое депутатский корпус подготовил к главе республики, были внесены некоторые правки. Депутаты Сарапула подготовили письмо с обращением к главе Удмуртской республики Александру Бричалову, в котором сообщили о состоянии улично-дорожной сети города и необходимости дополнительного финансирования ремонтных работ. Проект у нас решение из двух кунтов. Самое непосредственное решение это принять обращение к главе Удмуртской республики по состоянию улично-дорожной сети города Сарапула и второе председателю Сарапуловской городской думы направить настоящее решение в адрес главы Удмуртской республики. У вас имеется по электронной почте направлено всем полный вариант. Обстановка усложнилась переключением движения на ряд частных магистральных улиц и ранний, относительно весной, который связан с ночными загрязаниями, поставил точку в этом деле. Поэтому депутатам всем было предложено дать свои, так сказать, предложения по наполнению этих вещей. Много вариантов. Активное участие принял председатель Морозской думы. На последней стороне комиссии мы вроде подвели все, так сказать, точки, которые наиболее могут точно сформировать мнение правительства и главы по этому вопросу. Текст обращения предложили разместить и на страницах в социальных сетях администрации города. Что у нас мы разместимы в социальных сетях, которые используются аккаунты для публикации официальных форматов. Там они по наполнению управления самостоятельно, самостоятельно, по их усмотрению, как не считают нужным, чтобы это решение было там субликовано. Чтобы до населения информация была вредна, что администрация и депутаты Городской думы не бездействуют, а принимают все меры для решения данной ситуации. С особым вниманием депутаты слушали информацию о распространении коронавирусной инфекции в Удмуртии. Ну, во всяком случае, на вчерашний день было зарегистрировано два случая в Ижевске. Оба случая привозные, молодые люди. По обоим случаям проведены нашими коллегами, ну, будем говорить, управление в Ижевске, все необходимые мероприятия. Я только хочу подчеркнуть, что в контакте с этими молодыми людьми, вот с одним, оказалось 180 здоровых человек. Масочный режим, самоизоляция тех, кто находился в возможном контакте с носителями вируса, отказ от посещения общественных мест, то, что сейчас должны делать все сарапульцы. Сейчас конкретно проводим проверочные мероприятия в рамках закона в отношении лечебных учреждений на предмет готовности, ну, будем говорить, к работе, вот уже в условиях появления коронавируса у нас. Второе. Сегодня мы вместе с отделом полиции проводим лейды в отношении граждан, которые находятся на самоизоляции и которым мы ранее еще выдавали постановления персональные о самоизоляции. Ну, вот буквально у нас таких осталось 13, мы будем говорить, адресов, СМИ. В Сарапуле уже состоялось заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контролю за распространением коронавирусной инфекции, на котором были озвучены задачи для каждой службы. Район Железнодорожного вокзала ждут большие перемены. Возле двухэтажных многоквартирных домов проводится формовка крон деревьев, спиливаются опасные сухие стволы. Благоустройство прилегающих территорий – это только начало масштабных работ в районе. В этом году одну из главных его улиц ждут серьезные преображения. Какие – расскажем в сюжете. На протяжении нескольких дней в районе Железнодорожного вокзала идут работы по обрезке деревьев на придомовых территориях. Инициаторы – жители, исполнители, депутаты. Жители данных домов нам обратились. Мы долго этот вопрос решали, как его решить. И нашли пути решения совместно с Беляевым Алексеем Александровичем и Мусиновым Сергеем Васильевичем, депутатом госсовета. Это у нас Южный избирательный округ госсовета. Сергей Васильевич является депутатом по данному избирательному округу госсовета. И они нам оказали поддержку в отделении техники. А мы силами уже, я и Красик Игорь Борисович, оказываем помощь в вывозе отходов дровяных и дровяных отходов. Дровяные отходы мы отводим по просьбе жителей по адресам. В основном это люди пожилого возраста. У нас в данном микроороне еще есть присутствие дома с печным отоплением. Они используют их в зимний период на растопку. Обрезка деревьев проводится у домов по улице Ленина и по улице Фабричная. Благоустройство прилегающих территорий – это подготовительные работы к масштабному преображению центральной улицы этого района, улицы Ленина. Проект по подрезке высоких тополей и сносу аварийных деревьев – один из девяти проектов города, которые участвуют в республиканской программе «Инициативное бюджетирование», где бюджет Удмуртии выделяет 1 миллион на реализацию. Значит, летом была проделана работа, проведена оценка состояния деревьев, комиссионно принято решение. Общая сумма работы около полутора миллионов рублей. Мы с данным проектом вышли по программе «Инициативное бюджетирование граждан» в поддержку от одного из домов данных по этой улице, по улице Ленина. И стали одним из победителей, участников данного проекта. Общая сумма – миллион четыреста. Значит, эти работы будут проводиться в период 2020 года, весенний-осенний период, снос аварийных деревьев и формовка зеленых насаждений, то есть вдоль улицы Ленина четная-нечетная сторона, от улицы Путейской до улицы Декабриса. Уход за тополями необходим этому району. Деревья не только создают красивую перспективу, но и вытягивают лишнюю влагу из земли, на которой стоят дома. Оформление крон деревьев – процедура, направленная не только на эстетику, а прежде всего на безопасность. В непогоду хрупкие и длинные ветки тополей ломаются и могут повредить крыши, окна домов и автомобили. В результате реализации задумки в рамках республиканского проекта «Инициативное бюджетирование» в районе будет подрезано более ста деревьев, снесено 15. Преображения масштабные. Для сравнения, в год в Сарапуле из городского бюджета выделяется около полумиллиона рублей на подрезку деревьев по всему городу. Работы на улице Ленина стоят в три раза дороже. Денежные сертификаты для молодых семей на приобретение жилья. Молодые семьи Сарапула получили сертификаты на покупку жилья и погашение части ипотечного кредита. Все эти семьи – участники федеральной программы. С теми, кто в этом году сможет улучшить свои жилищные условия, пообщалась наш корреспондент Айгуль Зайнулина. Семья Меленковых – одна из шести семей, которая в этом году улучшит свои жилищные условия благодаря федеральной программе. Мы с 2008 года вместе. До этого времени у нас не было собственного жилья. И вот только сейчас мы стали готовы для его приобретения. И как раз в 2015 году мы встали в очередь для улучшения жилищных условий. За 12 лет, что супруги женаты, семья выросла вдвое. Появилось двое детей, и жилищный вопрос встал ребром. Теперь, благодаря сертификату, Меленковы смогут приобрести собственную квартиру. Съемная квартира – это одно из самых распространенных видов жилья для молодых семей. И очень неудобно, потому что нельзя позволить себе необходимое количество метров для детей в одном маленьком пространстве. А сейчас мы будем уже, соответственно, улучшать свои жилищные условия. А семья Алексея Максимова материальную помощь от государства потратит на погашение ипотеки. Сертификат данных, который получился сегодня, он пойдет на погашение основного долга по ипотечному кредитованию. Конечно же, он не полностью закроет ипотечное кредитование, но останется маленькая сумма. Но это намного лучше, чем платить ипотеку 30 лет, 20 лет. Да, у меня была ипотека решена на 20 лет, максимальный срок как молодой семье. А на сегодняшний день, после погашения этого основного долга по данному сертификату, ипотечное кредитование останется на года 2-3. Все эти семьи – участники федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей. Номинал сертификата зависит от количества человек в семье. Чем их больше, тем больше размер денежной выплаты от государства. Сертификат можно направить как на погашение основного долга по ипотеке, так и на первоначальный взнос по ней. Этот сертификат действителен в течение 7 месяцев с даты получения. Сегодня по действующему законодательству они в течение месяца, то есть до 20 апреля, должны подойти только в Сбербанк Российской Федерации и открыть специальный счет, на который будут перечислены эти деньги. А Сбербанк уже будет перечислять на счет продавцов, у которых они купили квартиры, или на погашение ипотеки, у кого уже она есть. Чтобы получить денежную помощь, семья должна соответствовать нескольким обязательным критериям. Чтобы встать в этот список на получение этого социальной выплаты, необходимо быть молодой семьей. Это возраст каждого супруга или одинокого родителя до 35 лет. И нуждаемость в улучшении жилищных условий. Это то есть должна семья обладать жилым помещением площадью менее 10 квадратных метров на каждого члена семьи. Либо вообще никакого имущества у них не должно быть. Только после этого, когда их признаем мы участниками программы, то есть поставим в этот список, только после этого они имеют право взять ипотеку в любой кредитной организации и улучшить жилищные условия. И при этом стоять ждать очереди, чтобы получить сертификат. И погасить этим сертификатом уже часть основного долга по ипотеке. В настоящее время в Сараполе в очереди на улучшение жилищных условий стоят 27 молодых семей. Зоны ответственности определены. В Сараполе продолжаются работы по определению границ прилегающих территорий. В настоящее время готово около 300 графических схем объектов городской застройки, главная задача которых четко обозначить зону ответственности собственников. Как определить размеры прилегающей территории, если у объекта еще нет схемы? Кто должен следить за чистотой территории, если у здания несколько собственников? И кто должен проверять уборку, если площади сданы в аренду? Ответы на эти непростые вопросы дают специалисты управления благоустройства города и инспекторы муниципальной милиции. Муниципальная милиция в очередном рейде по городу, проверяя чистоту прилегающих территорий. И если раньше границы прилегающих территорий они определяли руководствуясь правилами благоустройства, теперь используют графические схемы, в которых с точностью до сантиметра указана площадь, прилегающая к тому или иному зданию территории. Специально для нашей съемочной группы они взяли графические схемы с собой, чтобы наглядно на местности показать, как ими пользоваться. То есть это не говорит о том, что сотрудники муниципальной милиции целенаправленно ходят по прилегающим территориям, носят с собой схемы и так далее. То есть если выявили факт, участок территории, который засорен мусором, где не проводятся работы по очистке от мусора, снега, наледи и так далее, фиксируют этот факт и уже в дальнейшем проводят разбирательство, кто ответственный за данный участок, на котором не проводятся работы по уборке от мусора. Тут, соответственно, поднимают схемы прилегающих территорий, либо границы участков и так далее и тому подобное. На этих графических схемах видно, какую именно территорию должен содержать собственник. Размеры указаны в метрах. Схемы прилегающих территорий в первую очередь сделаны для удобства жителей нашего города. Ну не только жителей, вообще лиц, которые ответственны за данную территорию, потому что каждый должен знать, за что он отвечает, за какую территорию. Это первое. Во-вторых, для решения конфликтных ситуаций, то есть когда возникают вопросы, что наши прилегающие территории пересекаются, именно для этого тоже создана схема, чтобы определить границы конкретные прилегающие территории. В настоящее время обозначены границы прилегающей территории 300 объектов. Все они находятся в центральной части города. Работа по уточнению границ прилегающих территорий в Сарапуле продолжается. Схемы готовятся не так быстро. Все это связано с тем, что кроме поправок в правила благоустройства, которые у нас были в апреле 2019 года, в которых конкретно указываются размеры прилегающих территорий в натуре, то есть в метрах, они переносятся в графической программе, строятся в виде замкнутого контура, вокруг строения, здания, сооружения. И замкнутый контур в этой программе имеет уже площадь по этому конкретному объекту. Там же, где границы прилегающих территорий не обозначены, собственники должны руководствоваться правилами благоустройства. К примеру, прилегающая территория для многоквартирных домов со стороны главного фасада 15 метров, либо до дороги. Для частных домовладений 10 метров. Для подстанций, котельных, индивидуальных гаражей не менее 5 метров и так далее. Появляется ряд вопросов от собственников, которые имеют в долях здания, сооружения или иной объект городской застройки. Значит, в этом случае территория отдельно по собственникам не определяется. Определяется, еще раз повторюсь, для конкретного здания, поставленного на кадастровый учет с его земельным участком. Собственники между собой обязаны решить вопрос о проведении мероприятий по санитарному содержанию и благоустройству своей прилегающей территории и решить в долях, как они это будут или финансировать, или по какому-то графику убирать, прибирать и благоустраивать. С уже имеющимися графическими схемами, определяющими границы прилегающих территорий, а также с правилами благоустройства, собственники объектов городской застройки могут ознакомиться на сайте администрации города. На этом у нас все новости. Эфир программы «Сарапул новости» вы можете смотреть в среду и в пятницу на канале «Удмуртия» в 19 часов. Повтор программы в четверг в 10.15 и в субботу в 6.45. Смотрите нас на 21-й кнопке у всех кабельных операторов на спутнике в Триколоре и Телекарте. А также в удобное время на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. Далее эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только хороших новостей! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!